Это история о том, как хозяева нашли своего пропавшего пса спустя 7 долгих лет разлуки. Рекса украли прямо из дома, хозяева предположили, что это могли быть недобросовестные заводчики породы овчарка. Таким образом они могли сэкономить определенную немалую сумму денег, а затем продавать щенков Рекса. Встреча овчарки со своим хозяевами состоялась спустя 7 лет благодаря тому, что у собаки было клеймо, они смогли доказать, что это их любимый питомец. Для своих хозяев Рекс был настоящим членом семьи. Щенка немецкой овчарки глава семейства Наталья и ее сын Константин взяли, когда питомцу был месяц. Четвероногий друг не отставал от хозяев ни на минуту. В выходные Костя брал Рекса отдыхать на природу и купаться на речку. А в будни семья дрессировала щенка на базе для собак Амона. Пес отвечал на любовь хозяев взаимностью, преданно охраняя семейное поместье. Верный четвероногий друг всегда нес свой почетный пост в конури на участке дома. Когда хозяева возвращались с работы, Рекс, виляя хвостом, нес их встречать. Так было каждый день, пока Рекс не исчез, вспоминает хозяйка собаки Наталья. Наш пес как сквозь землю провалился. На цепи мы его не держали, но из-за ворота он никогда не убегал. Он у нас породистый, с хорошей родословной. Правда такой добряк был. Скорее всего его попросту украли. Но в полицию же мы не подадим заявление о пропаже пса. Поэтому мы сами бросили все силы на его поиски. Наталья и Костя подавали объявления о пропаже Рекса в интернете, писали в газеты, рассказывали о его поисках на радио и даже пытались искать собаку через местное телевидение. Мы два месяца прочесывали округу на машине, делится хозяйка пса. Попадались на уловки мошенников, которые утверждали, что якобы нашли пса и отдавали им деньги. Мы очень тщательно его искали. Однако все было безрезультатно. Мы долгое время не хотели брать новых собак. Хотя мне предлагали много породистых питомцев. Все это время я будто чувствовала, что может произойти чудо. И вот через семь лет к нам постучала незнакомая женщина, которая сообщила нам «Ваша собака нашлась». Беспризорного и схудавшего пса поймали в поселке Садовый, что в 20 километрах от дома Рекса. Грустный барбос жил возле продуктового магазина, где его подкармливали прохожие. Как и когда собака там появилась, не знал никто. К тому времени пес от истощения уже еле волочил лапы. И больную собаку отправили на передержку. Это было в майские праздники, рассказывает владелица передержки Марина. Я собираю старых немецких овчарок, поэтому забрала Рекса. Пес был без ошейника. Характер у него спокойный. Взгляд, умудренный жизнью. Он с достоинством залез в машину и глубокомысленно стал смотреть в окно. Очень благородный пес. Думал, у меня сразу лег возле веранды, чтобы охранять дом. Покормив питомца, я стала разглядывать, есть ли у него раны. И тут нашла на ухе пса клеймо. Такие клеймо ставят всем породистым собакам. По нему Марина и узнала производителя, который делал печать собаки, и сразу же позвонила в это агентство. Удивительно, но все клейменные книги у них сохранились, улыбается хозяйка передержки. В них были и данные о хозяине, который покупал щенка. Но был указан лишь адрес. Люди к тому моменту уже давно могли переехать. Но я собралась и поехала на свою удачу. Позвонила в дверь и скромно объяснила, что нашла овчарку по клейму. Хозяйка дома прошептала это наш Рекс. Хозяйка Наталья тут же позвонила сыну и обрадовала, что их Рекс нашелся. Константин к тому моменту уже вырос и завел семью. Но своего четвероного друга хозяин не забывал. Радостная новость его застала во время сплава на лодке. За собакой поехали Наталья и ее дочь, которая тоже помнила Рекса. Продолжает Марина. Приехав, они первым делом посмотрели его зубы, чтобы проверить. Ведь у Рекса был сломан клык с детства. И тут начались слезы, объятия. Они тихо шептали Рексушка, Рексушка. Родственники посадили своего найденного питомца в машину и повезли его в родной дом. От такой картины я тоже заплакала и помахала им вслед. Это чудо, прослезилась Наталья. Такого не может быть. Пока мы ехали к Марине, нас не оставляли сомнения, что это наш пес. Такого ведь не бывает. Клеймо должно было стереться за эти годы. Но по счастливому стечению обстоятельств нашего любимого питомца не усыпили, его метка не стерлась и нашлись добрые люди. Это настоящая судьба. В такие моменты начинаешь верить в чудеса. Рекс был сильно исхудавшим и плохо стоял на ногах. Поэтому хозяева сразу же отвезли его в ветеринарную больницу, а после приема стали лечить и откармливать. Сейчас он уже носится по улице, а на ночь просится домой, смеется хозяйка Рекса. Для нас он как человек. Когда мы его на рентген возили, он такими преданными глазами на нас смотрел. Если бы Рекс умел говорить, он бы рассказал, что он пережил. Его где-то держали. У Рекса резцы сточены. То ли он цепь грыз, то ли клетку. Потом его видимо выбросили. И он скитался. На него нельзя было смотреть без слез. Когда Рекс пришел в себя, он, судя по поведению, реакции и отношению к нам, все вспомнил, считает Наталья. Когда мы его первое время гладили, у него как будто слезы на глазах наворачивались. Самые настоящие слезы. Поначалу он не играл и почти не ходил. А теперь резвится, будто вернулся в детство. Но страх у него еще остался. Когда ворота участка открываются, он сразу бежит в вольер и прячется. После того, как Рекс вернулся домой, хозяева пса стали считать 8 мая его вторым днем рождения. Дорогие друзья. Если вам понравился ролик, не забудьте поставить лайк, а также подписаться на наш канал, где найдете еще много интересного, и не забудьте нажать на колокольчик и оставить комментарий.